Нужны нам гастарбайтеры или не нужны, или нужно справляться самостоятельно? Давайте об этом сейчас поговорим. Да, пожалуйста, пишите нам, звоните и высказывайте, в общем, свою позицию. Сейчас мы давайте послушаем звонок. У нас есть телезритель, который хочет с нами связаться, Анатолий из города Иваново. Анатолий, здравствуйте. Добрый день. Выскажите, пожалуйста, свое мнение. Проблема очень серьезная, может быть, даже мы ее недооцениваем. Дело в том, что наш работник, я имею в виду отечественный работник, он не выгоден предпринимателю в силу отсутствия социальной ответственности у бизнеса. Во-первых, мигранты, они бесправны. Перед ними необходимо нести социальную ответственность. Оплата идет в черную. И оплата ниже. Значит, наши соотечественники, они способны в какой-то степени объединяться и, ну, может быть, даже до уровня профсоюзов и отстаивать свои права. Те же эти права не имеют. Мы сейчас переключимся на звонок. У нас Ольга из Москвы. Пожалуйста, Ольга, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что гастарбайтеры не нужны в России. Вы уж меня извините, но так как своим российским людям негде работать. Все занято ими. Все рабочие места вернее. Спасибо, Ольга. Александр Львович, вы знаете, вот очень много, на самом деле, подобного рода мнений. Люди высказываются в разной степени категорично. Но вот смотрите, Саратская область, например, пишет, что тоже очень распространенная позиция. Гастарбайтеры нам не нужны вообще. Начните просто платить достойную зарплату своим гражданам, чтобы заинтересовать их. Тогда все станет на места. Ну, понимаете, а как объяснить тогда людям, что зарплата высокой не может быть во всех сферах деятельности? Действительно, есть большой объем неквалифицированной работы, который не может как-то грандиозно оплачиваться. Вот как с этим быть? Ну, вы знаете, объяснить кому-то, что он не может получать высокую заработную плату по той простой причине, что у него низкая квалификация, это дело, наверное, безнадежное, потому что каждый стремится, хотя бы в мечтах, получать высокую заработную плату. Ну, здесь нужно все-таки последовательное действие государства. Собственно, сейчас у нас есть звонок Людмилы из Хабаровска. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Ну, а слушаем. Здравствуйте. Я вот, допустим, против гастарбайтеров, потому что я занимаюсь евроремонтами, работаю, получается, и, так, извиняюсь, волнуйтесь. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, да. Вот они, это самое, всю работу они перебивают нам, получается. И это сезонная работа, допустим, я даже когда, я мать-одиночка, на съемной квартире живу, и когда, допустим, нет работы у меня, то я ищу работу где-нибудь в подработке, там, уборщицей, там, два через два, вот такой график, чтобы, если что, еще, если вдруг заказчики позвонят на работу, выйти можно было. И получается, что все места, даже вот такие, вот, даже на 15 тысяч, все это занято гастарбайтерами. И получается, я сижу, не знаю, как своего ребенка и маму инвалида накормить, и все такое. Людмила, скажите, а у вас вот, вашу работу перебивают, ну, так скажем, вот, это работники откуда, из каких стран? Просто Хабаровск, у вас приграничная территория Китай. Китай, да. Китайцы приезжают работать, или откуда? Ну, у нас в основном, как их там, узбеки, таджики. А, ну, то есть, все ровно, мы просто подумали, может быть, у вас там несколько иная картина, а так, понятно, Средняя Азия тоже. Спасибо большое, это Людмила из Хабаровска, наша зрительница. Могли победить, в общем-то. Борются с такими проблемами. У нас сразу звонок, давайте выслушаем нашего зрителя. Игорь из Мордовии. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Алло. Мы слушаем вас, да? Да, да, говорите. Да, я просто телевизор выключил, и поэтому вас не слышу. Хорошо. Я вот по поводу гастарбайтеров. Я немножечко хочу их защитить, и даже не немножко, а хорошо. Дело в том, что мне пришлось очень часто сталкиваться с их работой. Так вот, я хочу отметить один момент. Когда, например, наши работники действительно завышают цены определенные, но при этом очень часто они выполняют работу некачественно. И отсюда же приходится потребитель, наверное, выбирать, кто лучше. Или же те же гастарбайтеры, которые выполняют намного дешевле, и при этом с ними можно решить вопрос, то есть некачественно как-то с ними переговорить, и они все это исполняют. То наши работники зачастую этого не делают. То есть они сделали как хотим, как можем, и того получают. То есть квалификация наших российских работников намного, на мой взгляд, ниже, чем квалификация тех же гастарбайтеров. Игорь, а как-то попросить людей, я не знаю, переделать работу, если она недостойно выполнена, ну, как-то исправить свои ошибки, если они были допущены, так никак не договориться с нашими? Они начинают уже кочевряжаться зачастую, мы вот с вами договорились. Вы же цену назначили вот такую, или там как договорились. Вот это он типа того, что и получите, наши. А мигрант сразу соглашается, да, я так понимаю? Начинают, а те же гастарбайтеры, во-первых, делают дешевле, вот, и намного качественнее, на мой взгляд. Я вот с этим сталкиваюсь постоянно. Я так думаю, поэтому потребители их и приглашают, особенно для строительных работ. Потому что вот квалификация наших работников очень-очень низко упала. Нет образования соответствующего, нет, наверное, практики соответствующей. И вот в этом действительно низких заработных плат. Игорь, а вы сказали, что вы с этим сталкиваетесь постоянно. Это что за сфера деятельности? Нет, у меня просто, я частный сектор, частная как бы строительство, мое, свое. То есть, да, я строю. И вот мне приходилось очень часто обращаться. Понятно. К местным и тем же гастарбайтерам. И получается такая ситуация, что гастарбайтеры намного качественнее выполняют работу, чем местные. Хотя местные работники просят цену, ну, чуть ли не в полтора раза выше. И разговаривая с своими соседями и друзьями, я тоже сталкиваюсь с такой же ситуацией. Спасибо. Игорь, спасибо большое. У нас звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Нина из Санкт-Петербурга. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Я хочу сказать, что, наверное, гастарбайтеры нам все-таки нужны. Объясню почему. Потому что молодежь наша, конечно, смотря на своих родителей, которые работают сейчас за три копейки, она не хочет так работать. Их надо привлечь, научить тому, чтобы они захотели идти на эти работы. И, конечно, это все зарплата. Вот мы с мужем проработали всю жизнь и имеем три копейки. У меня 10 тысяч, у него 12. И наши дети работают тоже тяжело. Пашут. Вот я хочу сказать, пашут. А зарплаты 40 тысяч на семью из пяти человек. Понятно. Ну, такому можно, конечно, только посочувствовать таким суммам. Вот, понимаете. Поэтому я считаю, что для того, чтобы они захотели работать, надо как-то привлекать. Ну, и, конечно, платить. Не 20 тысяч рублей, ну, по крайней мере, хотя бы 40. Конечно, повышать зарплату. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.